Обстановка на Донбассе обостряется. Сегодня боевики открывали огонь уже 17 раз. Почти половина обстрелов из запрещенного оружия. Один украинский военный ранен. Сложнее всего приходится нашим армейцам в районе Горловки и на Светлодарской дуге. Подробнее о ситуации расскажет Игорь Левенок. Они нас накрыли минометом. Ну, наши молодцы. Они не сдались, они не спрятались. Молодцы, отстреливались. Это Ивановна. Военные медики по совместительству старшина на одной из передовых позиций наших армейцев. Рассказывает о военных буднях. На этом участке украинские военные укрепились в районе железнодорожного полотна. Местность усеяна свежими воронками. Не дня без обстрелов. Вчера они тут по стрелушке устраивали буквально вечером. И позавчера. Флопс уже терпит, терпит, не отвечает. Но в итоге тяжело, когда туман. Перемирие перемирием, но отвечать на вражеский огонь приходится. Иначе противник не успокоится. И бойцы шутят. Могут всыпать боевикам как следует. Из пулемета. Вот этого. Максим. 44-го года выпуска. Хоть и не по стандартам НАТО, но надежный. Максиму очень удобно, потому что у него настильный полет пули. И он насыпает хорошо. Он как зернышки сеет. А вот это уже оружие посерьезней. Крупнокалиберный пулемет КПВТ. Станина. Разработка волонтеров. Прицельно бьет на полтора километра. И насквозь прошивает БТР. Это на один еще весомый аргумент. Это опять-таки все волонтерское. Четырехкратный прицел производства Югославии. Калибр 14,5. А в каких-то десяти километрах от линии фронта идет уже другая борьба. Восстановление инфраструктуры Донбасса. Военные возводят мост над железной дорогой. В 2014-м его подорвали пророссийские боевики. На данный час проведены работы с демонтажем конструкции моста. Проведено укрепление конусів на 95% с залезобетоном. Проводятся работы с монтажем балок прогоновой будовы номер два. Прогоновые будовы один и три уже установлены. Вот чудеса современной техники. Еще с утра этих бетонных балок здесь не было. А после обеда этот мост будет готов на 60%. Объект планируют сдать в эксплуатацию в ноябре этого года. Это уже третий мост, который построили наши военные за полтора года на Донбассе. Этот мост имеет стратегическое значение. Он соединяет дорогу Попасная-Бахмут из Луганской области в Донецкую. Игорь Левинок, Андрей Костюк, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер.